Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Сегодня я наконец-то приступаю к посеву петунии. Все посевы и на грунт, и на снег, на пеленку, и в гранулах я постараюсь сегодня вам снять и все это объяснить. Но начать, конечно, я начну с подготовки грунта. Сейчас мы поговорим, какой грунт любит петуния. Вообще о петунии многие из нас мало знают, некоторые даже не знают, что это многолетнее растение у себя на родине. Оно растет годами, его просто на зиму остригают, делают обрезку, оно перезимовывает, потом снова возобновляет свой рост. В нашей стране, конечно, климат не позволяет ей расти по многу лет, но все равно, даже если нам приходится каждый год ее снова сеять, это растение одно из самых любимых среди наших цветоводов, просто огородников. Любим мы его за обильное цветение, за разнообразие размеров. Есть и маленькие, и крупные, разные цвета. Мне особенно нравятся вот такие гофрированные. Я вообще, как без ума, вот от таких больших гофрированных, не махровых, а именно с гофрированными краями. Сортов и видов очень много. И ампельные, и кустовые, и разные, разные. Нас привлекает в петунии что? Вот эта красота и простота ухода. Но, однако, для того, чтобы вырастить здоровый такой цветущий куст, именно для пышного цветения, необходимо знать некоторые тонкости. В том числе, именно на этапе выращивания рассады. Потом, когда она уже будет взрослая, уход совсем ничего не будет отвлекать у вас ни времени. Но главное, вырастить качественную рассаду. Так вот, чтобы получить качественную рассаду, пригодную для дальнейшего выращивания, для цветения, необходимо сначала подобрать хорошие семена. Подсветка нужна, если сеете на ранних сроках. И нужно сделать хороший грунт. Это самый важный, важный фактор, вот первый шаг для получения качественной рассады. Ничего особенного в этом нет. Я сейчас все вам расскажу. Главное, грунт должен быть рыхлым, питательным, легким и влагоемким. Вот у меня свой грунт. Я сейчас скажу, как я его составляю. Можно приобрести готовую почву, которая отвечает всем условиям вот этим. Есть специальная почва для петуний. Но вот как опытные садоводы или цветоводы, как не знаю их назвать, кто выращивают ежегодно петунию, люди старшего поколения, все равно настороженно относятся к готовым смесям. И всегда делают для петунии смесь сами. Вот спросите у тех, кто выращивает, например, рассаду петунии для продажи, у кого много дома петуний. Да неужели они покупают весь этот грунт в магазине? Конечно нет, потому что ничего сложного в этом нет. Его можно приготовить из обыкновенной полевой земли, перегноя и песка. Или можно даже из огородной земли, потому что если я говорила, что для выращивания рассады перца и томатов нельзя ни в коем случае брать огородную землю, потому что может там остаться все. То почву для петунии мы однозначно будем стерилизовать. Это самое главное условие получения качественной рассады. Поэтому можно взять и из огорода. Вы потом все равно убьете там все живое и никаких болезней там не останется. Я вот говорила про пропаривание в духовке, про пригревание почвы, что для томатов, для перцев я не рекомендую это делать, там убивается все живое. Но я это не делаю, потому что рассаде томатов и перцев жить в этой земле долго. А петуния, которую мы посеем вот в этот грунт, она будет там буквально несколько дней. На пятый, шестой, седьмой день она взойдет и еще через несколько дней мы ее уже распикируем. И грунт этот нам больше не понадобится. И питательных веществ никаких оно, можно сказать, и не успеет оттуда взять. Ей главное, чтобы он был рыхлым, влажным, воздухопроницаемым. Тут для петунии нам важны другие качества, не питательность грунта. Ну вот, ради интереса я посмотрела в интернете, и там каких только частей нет, ну в смысле составных вот этого грунта пишут. Кто-то пишет маховой торф и какой-то с углинок. Другие пишут, что глину рыжий торф. Третий пишет, что глину нельзя, маховой торф нужен, еловый отпад, перлит. Там такая мешанина, там такой мусор для мозгов начинающих огородников, это ужас. Если бы я вот по этим рецептам делала, вообще точно ничего не получилось бы. А кстати, в начале у меня ничего не получалось, потому что я всегда читала и везде было написано, что основной частью грунта для выращивания петуний должен быть торф, потому что он стерильный. И все. Так как я проживаю в той местности, где у нас вообще нет торфа, я ни разу в жизни не видела торфа, я бежала в магазин, покупала этот торф, составляла какие-то перлит, вермикулит, добавляла еще какие-то землю, землю. Ну не знаю, в результате всходы у меня появлялись, тут же падали, погибали, почему я не могла понять. Но потом я бросила все эти, как некоторые люди называют, танцы с бубнами. Все эти танцы с бубнами, они и не нужны. Я бросила все это, набрала простой земли, протравила ее, насыпала эти семена свои вот этой петунии. И первый раз в жизни, вот в тот год, у меня взошла петуния. Все. С тех пор я не стала искать никакой торф, никакой мох, какой-то, как он называется-то, ну не знаю, отпад какой-то еловый. Ничего я добавлять не стала. Главное, чтобы грунт наш был стерилен. Петуния очень-очень восприимчива к грибковым заболеваниям. И если мы возьмем грунт и не обеззаразим его, не продезинфицируем, сходы взойдут и тут же погибнут от черной ножки через день-два. Все. Вот смотрите, как я сейчас составляю грунт. У меня уже есть видео на канале, как сделать грунт своими руками для петунии, чтобы рассада была здоровой. Я беру простую черную землю, это может быть чернозем, это может быть полевая земля, это может быть земля с огорода. Но вот простая черная земля, одну часть черной земли, одну часть перегноя. И добавляю туда ложку золы. Все. Вы можете добавить, если есть песок, но про песок опять, вот в интернете вам там, как сказать, засоряют ваше сознание. Там написано, рыжий песок нельзя, надо искать или речной песок, или какой-то белый, чтобы он был без железа. Но несведущему человеку очень сложно отличить песок, который содержит железо, от того, который не содержит железо. Я иногда добавляла песок, когда у меня был, я просто брала любой, даже рыжий, промывала его тщательно, всю эту мутную воду сливала и вот этот чистейший песок добавляла. Но последние лет 5, я уже не заморачиваюсь, не добавляю вообще никакой песок, без него хорошо растет. Если перегной есть, он и так рыхлый и водопроницаемый, без песка. Слой мы делаем небольшой в контейнере, поэтому вода она уйдет лишняя все равно. У меня грунт такой, пополам на пополам. Тот же грунт, который для перцев, тот же грунт, который для томатов. Перегной, черная земля и зола. Все, дезинфицируем, можно заранее пролить крепким раствором горячей марганцовки. Можно воспользоваться привикуром. Можно сейчас, плодами цивилизации некоторые воспользовались в микроволновке. Включают на несколько минут в микроволновке, после этого все живое там убивается вот этими волнами. Все, сделали простой грунт. Вот, лучше всего вот такие контейнера из-под печенья. Вот, когда мы почву сделали или купили, или как-то сами составили, мы просто насыпаем в контейнер. Сейчас я уберу пачки, чтобы не замазать. Я делаю так. Сначала я через крупное сито, вот, общую массу всю вот эту просеиваю. Там попадаются небольшие комочки, но я их оставляю. Я накладываю в несколько сантиметров слой, чуть-чуть притрамбовываю ложкой. А верхний слой, именно тот слой, на который я буду насыпать семена, я делаю еще более мелким для того, чтобы семена не провалились. Это в том случае, если сеять свои вот россыпью семена. Все, я прикрыла вот таким грунтом. Видите, он совсем другой. Он очень-очень-очень такой, мелкая фракция и вся однородная. После этого я еще раз вот так притрамбовываю. Никаких поливов почвы мы не делаем. Нам нужно, чтобы почва была не переувлажненная. Вот эту общую землю, я забыла сказать, я беру чуть увлажненный грунт, но чтобы он был рассыпчатый, такой сыпучий. Он чтобы был, нужно выбрать средину, он чтобы был влажный, но не сухой. Я вот рукой на ощупь, извиняюсь сразу за ногти с траурной каймой, я теперь каждый день вожусь с землей и удивляюсь, как некоторые другие умудряются все делать и не замарать руки. На некоторые маникюры посмотришь и ахнешь. Потом я это увлажняю. Все. К посеву петунии грунт готов. Вот это про грунт, который мы делаем. Вы можете потом разложить его по, вот если в гранулах, вот по таким кассеткам, вот по таким контейнерам, по маленьким, по большим, не важно. Главное, чтобы грунт был обеззаражен. Если у вас грунт бедный, вот который вы сделали, например, взяли в огороде бедная земля, но грунт бедный, можно эпином, как вам сказать, его облагородить, или как выразиться. Ну, короче, сделать, чтобы он был немножко-немножко подпитательный, можно эпином. Но я вот эпин и так применяю вот для опрыскивания, поэтому я ничего не добавляю. Я его, когда накладываю, спрыскиваю эпином, и вот тот слой, который нужен для семян, он и так получается плодородным. Если вы хотите пореже поливать, можно добавить вот такие вот гидрогранулы. Когда вот вы накладываете, они помогут вам подольше сохранять влажность, и он не будет пересыхать. Всё. Посев я буду показывать отдельно. Сейчас я показала, как я грунт укладываю, из чего готовлю. И хочу вас заверить, что если вы сделаете свой простой грунт, без различных там, без кокосовых каких-то добавлений, без добавлений других всяких элементов, которые дома невозможно найти, то он будет точно такой же. Если хорошие семена у вас так же, они взойдут, всё у вас вырастет. Не нужно, как бы выразиться-то, не нужно, короче, если у вас нет чего-то, что указано в рецепте, который вы прочитали, например, там, какой-то торф или какой-то отсев, там, еловый отпад, делайте простой грунт обыкновенный, обеззарасьте и сеете, всё у вас растет. Питуния вот на первом этапе, именно, когда мы сеем, она не очень требовательна к грунту. Вот потом, когда мы будем распикировывать, после пикировки ей нужно очень питательный, такой жирный грунт, тогда уже можно составлять другой грунт и думать об этом, как усложнять. Сейчас для посева ей ничего не нужно. Но вот в целом, вот это разведение и питунии, и подготовка грунта, это задача несложная, с ней справится даже начинающий. Главное, хорошо обеззаразить грунт и запомнить, что стерильность почвы для посева это залог успеха для выращивания рассады питунии. До свидания! В следующем видеоролике, прямо сейчас же, но отдельно я буду показывать, как я сею питунию простые семена методом посола, ну просто вот так, семена в гранулы, семена на песок и семена на пеленку. До свидания!